привет всем добро пожаловать обратно варлок проходит дэдселс я два так во первых я прошу прощения за звук в прошлом видео он может быть был немножко плохой может быть днем было большой эко эко я два часа потратил на настройку звука после этого сейчас должно быть лучше по идее я устал я залпал ли эти микрофоны на этом грёбаном самолете так что мы забиваем на них мы идем дальше как я свою злость от своим еще на этих ублюдках которые живут в этой зоне в первый раз вижу но все равно так ты кто тебе хана нет тебя без шансов просто мы не можем с одного быстро из арбалета убить уже обычного зомби хорошо так чё у нас вообще сбег одну секунду одну секунду одну секунду одну секунду так низдовый меч 4 наносит критический удар когда у вас меньше 50 процентов здоровья тяжелый арбалет при смерти жертвы замораживает врагов буря клинков 3 запускает вокруг азову 5 урона по замороженной цели и ледяная граната 3 плюс жертва страдает кровотечение после оттаивания заставляет выпасть все стрелы из жертв окей все я примерно вспомнил у нас план такой мы прыгаем мы замораживаем выпускаем бурю клинков бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум добиваем оставшегося противника замечательное и я не против взять свиток прям вот сразу Так, по свиткам Нам нужно усилить красные свитки Окей Так, ребята, я вас понял, вы тут невидимые Жрец, который стоит наверху Он делает врагов невидимыми Поэтому он первая цель, прямо первейшая цель Какого? Так, это новый враг Я его раньше не видел Окей Новая локация Будем двигаться очень медленно, очень осторожно И постараемся не провтыкать нашу Нашу жизнь Здесь Окей, мы провтыкали ее тут же Вау Ладно, хорошо Хорошо, игра, я понял Ты хочешь по жесткому Будем по жесткому Начинаем заново, идем в том же направлении Я бы очень хотел, чтобы у нас был щит Наверное, щит Бы помог там А арбалет, который у нас был Он был просто отстой Он уже наносил мало урона Он Аааа Хе-хе-хе Арбалет наносил мало урона Он был уже бесполезен для нас Поэтому мы и провтыкали Ну, еще, наверное, мы провтыкали Потому что я абсолютно не был готов к тому, что Новая локация принесла В мой дом А принесла на смерть и разрушение Как орда каких-нибудь Вандала Хорошо, делаем новый забег Смотрим Я не узнаю, что я буду качать В данный момент Огненные головешки Нет, нет, нет Оставь мне щит Я знаю, что мы все Одни и те же билды Одни и те же билды делаем Но Поймите меня правильно Я Не уверен, что у нас получится С другими билдами вообще Что-нибудь сейчас замутить А я хочу Я хочу Если не Победить То хотя бы снова дойти до той локации Для этого нам нужно чего? Нам нужно для этого Пойти В сторону Канализации И я знаете, что еще понял? Что нужно чаще использовать Регенерацию после получения урона Ну, вот эта механика Блотборна Которая присутствует в Dead Cells Потому что разработчики Модные И в тренде Следят за всем Что происходит в игровой индустрии Они знают, что Блотборн Крутая игра Поэтому Они пили эту механику сюда Рапира Точно Давай мне рапиру Нет, мяч продать нельзя Потому что он стартовый Поэтому мы будем чаще Пытаться использовать эту механику Знаете, что я полечусь? Я полечусь Потому что я не доверяю себе Минута 44 секунды Мы уже Провтыкали возможность Получить свитки дополнительные На следующем этаже Не важно Абсолютно не важно У нас есть Рапира Которая наносит урон При перекате Это значит Что нам есть смысл Пользоваться не щитом А Стрелять в противников Из лука, например Но не из арбалета Арбалет мне очень понравился Он такой медленный был Так долго заряжался Что от него толку Никакого не было Абсолютно Поэтому знаете что Пойдем в зеленый билд И добавим немножко Зеленый Надо называть его Человеческим языком И мы добавим сюда лук Вот большой лук охотника Наносит критический удар Когда вы стреляете издали Замечательно Не может быть продано Точно Вместо блоков Мы будем использовать перекаты И я буду пытаться Противников расстреливать С расстояния Кроме того У нас есть, например У нас есть Капкан Этот лук долго натягивается Как арбалет Да, у нас есть капкан Который мы Будем ловить врагов И после лук мы их поймаем Мы их расстреляем Издали с лука Если вдруг Нам придет сражаться Вблизи Тогда используем рапиру Перекатываемся И все такое Так, что там я качал Я какую-то пассивку качал Вот, точно Я качал пассивку Которая позволяет использовать Проклятые сундуки Хорошо Пассивка на проклятые сундуки Взята И остаток Кидаем в лечебную флягу Которую мы когда-нибудь Откроем Первая мутация Раз мы используем лук Давай мне в два раза Больше амуниции Наверное Не самый стандартный ход Для первой мутации Наверное Плохой ход Для первой мутации Намного Было бы эффективнее Взять дополнительный урон К примеру Хотя Кто его знает Кто Его Знает Сейчас проверим Так Тайминговая дверь Конечно же Уже закрыта Тихо Вот так Перекат Мощный удар Перекат Мощный удар Все Под полным контролем Или вообще Можно сдалека Просто расстреливать врагов И все Вот он стоит далеко Мы в него стреляем Но он правда В процессе Прыгнул поближе Я слышал Я слышал Что здесь у вас есть Какой-то Скорпион Перекат Удар Перекат Удар Очень Очень простой Билд Очень хороший Наверное Но мне нравится По-моему Мы отлично Идем Пока что К тому же Честно Скажу Мне намного Проще Пользоваться Перекатом Чем блоком С другой стороны Без блока Будет сложно На некоторых боссах Но Честно говоря Например Когда я С ассасином Дрался Все эти Два раза Когда я с ним дрался То мне было сложно На нем Блоки использовать Ну Использовать блоки Было легко Но после того Как я его блокировал Было сложно Ему Нанести урон Шмотка из врага Круто Теперь кроме капкана Можно кидать Шипастые шипы В смысле Кинжалы По-русски Ай И вторая билка Берем Тактику Потому что Лук Лук Наносит 300 С С С Небольшой Галочкой Урона Это Очень Хороший Для Маг Для Маг Это Очень Хороший Дамаг Для Такого Лука Вау Вы Видели Как я его Подстрелил Прям На Ходу Прям На Лету И Вот Это Сила Децелс Именно В этом Именно Этим Хороша Игра Тем Что Есть Множество Билдов И они Все Работают А те Которые Не работают Я думаю Что Просто Потому что Я не умею Ими Пользоваться Отлично Давай Мне Немножко Свитков И Свитки Красные Здрасте Мы Продолжаем Показывать Факт Чуваку За Решеткой Он Собирается Ее Вернуть Наверное Свою Потраченную Молодость К сожалению Вряд ли У тебя Это Получится Вы Скажете Варлок Полечись У тебя Половина Здоровья Ты Можешь Легкую Упасть Если Попадется Например Взрывающаяся Птичка И еще Какой Нибудь Противник И Они Тебя Одновременно Ударят Я Скажу Знаете Что Я Ценю Ваше Мнение При Этом Я Уверен В своих Силах Хлыст Вальмонта Или Огненная Граната Давай Мне Огненную Гранату Буря Клинков 100% Урона По горящей Цели То Что Нужно Сначала Поджигаем Врага Потом Пускаем Бурю Клинков Так Я вижу Там руны Но я Что-то Не понимаю Как к ним Добраться А чем Мы пропустили Золото Не золото А камень Какой-то Драгоценный Где-то Вот В этой Стороне Вот 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 Здесь Вот Он Да Бум Секрет Найден 9000 Золото В Магазине Мы сможем Купить Любую Шмотку Клетка Любую Шмотку Что бы Я хотел Купить Я бы Хотел Сменить Оружие Лук Мне нравится Но У него Очень Долгая Зарядка Я хотел Более Скорострельный Лук Чтобы Он Нам Допал Больше Пространства Для Маневра Если Вы Не Против Я Хильнусь Ай Промахнулся Мне нравится Наш урон Мне нравится Урон Без Претензий К этому Моменту Мне не нравится Что у нас всего 300 здоровья Но это потому Что я брал Не те свитки О Так Сменить Меч Можно 100% Урона По Горящей Цели Но Блин Он С Этим Мечом Мы будем Получать В 2,5 Раза Больше Урона Не Не Пойдет Лук С Бесконечными Стрелами 187 75% Урона По Замороженной Цели Не То Двухуровневый Лук Выстреливает Двумя Стрелами Одновременно Выстрелы Пробивают Нас Сквозь Первую Цель Давай Головешка Дазу Вроде бы Подходит Но у нас Есть Огненная Граната Зачем Граната Так И бум 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 Дальше Мы просто Убиваем Типочков Знаешь что Здесь придется Немного В рукопашную Перейти Потому что Слишком много Врагов Тупо Слишком много Врагов Телепорт Нет Окей Меня это Не остановит Дубль 2 Наверное Не надо было Жмотить И лечащую Бутылку Наверное Надо было Просто Хильнуться И Было бы Все Просто Отлично Я сказал Слово Просто Слишком Много Раз Оно Потеряло Значение Так что Я просто Перестану Это Говорить Слово Можно Попробовать Гилды На Тактику Так как Мы делали Раньше Причем Это был Один из Самых Успешных Забегов На тактику Я Не знаю Было Ли Это Как-то Связано С тем Что Я Ее Делал Но Билд На тактику Можно Можно Взять Турель Например Еще Что Такое Любые Скилы Которые Ставятся И Бьют Постепенно По врагам Может быть Это Хорошая Идея Пока Что Я Взял Зверство Так же Как Это В прошлом Забеге Потому Что Видимо У меня Все Фантазия Кончилась Я буду Всегда Зверство Брать Токсичные Коллекторы Вот Они Погнали Погнали Хотя У нас Было Всего Лишь 55 Секунд Прошло Мы Здесь Получим Свиток Я Вот Сейчас Думаю Наверное Было Было Бы Выгоднее Еще Побродить По Первому Этажу Подобрать Там Сундук Например Давай Мне Плюс 40 Урона В секунду После Убийства Врага В Течение 15 Секунд После Убийства Врага Это Много 15 Секунд Это Очень Много И это Ну Можно Если Идешь Быстро 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 Можно Бесконечно Под этим Бафом Находиться Постоянно Убивая Врагов Вот Сюда Я хотел Успеть И мы Сюда Успели Так Я взял Одно Зверство Теперь Я возьму Одно Выживание Я сейчас Пока Что Всего По Одному Возьму И Это Наверное Не Самая Лучшая Идея Но Это Хотя Даст Нам Какую Базовую Выживаемость А может Мы Пойдем На Билд Зверство Выживаемость Для Этого Нужно С щитом Ходить Ну Лучше С щитом Можно С каким Нибудь Арбалетом Я Не уверен Что У меня Есть Возможность Ходить Арбалетом Судя По Последним Показателям Игры Ну Ладно Прошлый Окончание Прошлого Забега Было Так себе Зато У нас Отличная Возможность Показать себя Заново И Попробовать Все таки Пройти Босса Еще раз Который Глаз О Это Элика Простите Не Не Обратил На Вас Внимания Надо Его Парировать Его Надо Парировать Обязательно Дайте мне Хильнуться Пожалуйста Спасибо Аааа Хотя бы Мы ее Убили Спартанские Сандали Четыре Отбрасывает Врагов Назад Наносит Дополнительный Урон Если жертву Отбросила К стене Знаешь что Почему бы Не попробовать Киджалы Мне нравятся Но они Первого Уровня А сандали Далеко Не первого Скажу честно Ими не очень Удобно Пользоваться Каждый раз Противника Отбрасывает И Какая-то Хрень Получается Вместо того Чтобы врагов Убивать Я ими Джонглирую Поэтому Наверное При первой Возможности Все таки Мы сменим Сандали Нафиг Вампиризм Похилял Чуть Может быть Баночку Схавать Как вы думаете Я взял Третий Пункт В зверстве Вместо Э Ага То есть Летающую птичку Нельзя убить Спартанскими Сандали Будем узнать Полезное Знание На будущее А да Точно Это Ошибись Просто У меня Птичку Теперь есть Возможность Убить Только Получается Щитом Какая красота Я использую Баночку У нас все равно Остается Еще один Заряд В ней Мы нашли На этом этаже По моему Два свитка Уже Наверное Здесь уже И нету Но у нас Еще есть Сундук И магазин В магазине Надо обязательно Сменить оружие И обязательно Попробовать Ох Да Попробовать найти Какой Активный Предмет Любой Вообще Любой Вампиризм С одноразовым Использованием Это не мое И птички Продолжают Нас уничтожать Да Мы умрем Мы умрем Мы умрем Птичек Потому что Спартанскими Сандалями Нельзя Убить Птичку Просто Другого Роста Не такого Как нужен Для того Чтобы Спартанские Сандали Работали Вообще Не такого Так что Да Простите Новый Труп Потому что Вы выбрали Неправильное Оружие Сэр Это дуэль А не игра Хлыст Какой-то хлыст Я уж Готов на хлыст Я готов Принять Хлыст По-моему Это тот Хлыст Который Ты держишь И он Да Удар Молнии Беспрерывно Наносит урон Окей Беспрерывно Так Беспрерывно Хороший Урон Интересно Пойдет ли В комплект К этому Хлыст Например Щит Или здесь Нужен лук Ну Слушай Пока Все Идет Без Сучка Без Задоринки Ай Кроме Вот этого Момента Я Что-то Не Уверен Насчет Старых Коллекторов Для Начала Возьми Сундук Может Здесь Выпадет Человеческое Оружие Пожалуйста Это Не Человеческое Оружие Это Заморозка Оуу, слушай, какая идея Если, во-первых, продай щит Щит нельзя продать Если мы противников заморозим То мы можем безвозмездно Хреначить их электрохлыстом Ммм, это идея И мы еще не все исследовали Опять же, тайминговые двери даже не рассматриваются Щит и разрезатель сухожилий Наконец-то у нас появилась активка Не самая лучшая идея в моей жизни Да, слушай Замораживаем врага Стоп, замораживаем врага и потом хлыстом Заморозили Хлыстом Какая красота Заморозили Хлыстом Ууу, свиток Свиток халявный Хорошо, если мы замораживаем и бьем хлыстом Тогда что нам нужен? Фиол? Селень? Хмм Давай больше фиола У нас от фиола еще и разрезатель сухожилий сейчас работает Который, кстати, надо использовать обязательно Не забывать Фишка в том Почему хорошо заморозка Почему заморозка хорошо работает с молниями Молниями Потому что после того, даже как Противник разморозится Он все равно Остается замедленный И как раз успевает подействовать молния Мы, правда Таким образом теряем возможность Оуу, как опасно Магазин, 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 магазин Вот, вот это то, что я хотел Да, когда противник замороженный И мы его бьем щитом Мы теряем возможность Эмм Блокировать Потому что У нас нет щита Может быть нам тогда взять Оглушающую гранату Пехотную гранату Ледяную гранату Хмм Давай мне еще одну ледяную гранату Так уж и быть А вместо разрезателя сухожилий Можно взять Световую гранату Которую нет денег Так, пехотная граната чисто красная Она не подходит Окей, мы делаем действительно Фиолетовый билд Мы делали фиолетовый билд Надо было, как только мы дошли до магазина Уходить сразу на следующий этаж Вот, что надо было Это все нормально Все нормально Никаких проблем Я В полном порядке Промасленный меч Встал мне на ту кнопку Подождите одну секунду Мне нужно его переставить Поменять местами Это был экспериментальный билд Но там, конечно, проблема была не билд А от того, что я пожадничал Я пожадничал Решил дальше исследовать этаж И, соответственно, ничего хорошего Из этого не получилось Это, по-моему, у нас тот щит Который дает Бессмертие На несколько секунд После удачного парирования Если мне не изменяет память Поэтому Я его сохраню И менять не буду И мы можем взять Челкунчик 100% урона По горящей цели Знаешь что, давай Промасленный меч Классно Но у нас сейчас Никаких возможностей нету Добавить огонь Атакам Сто у нас есть щит Который тоже от зелени работает От выживания Теперь у нас есть Еще от выживания Работающий капкан 51 секунда Мы можем успеть Даже в Времь В тайминговую Если чуть-чуть Придавим педаль газа вперед И я по-прежнему Буду двигаться В канализацию Я уверен Что мы можем Еще раз завалить Босса Который С глазом И я уверен Что мы Можем Пройти Следующую локацию Прямо таки Сто процентов уверен Так Еще один свиток Минута 25 Давай мне зеленое выживание Да Значит Пока что Ну опять же Пока что то что мы Вот эти два свитка взяли Это ничего не значит Это нам не нужно Побежали 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 Успеем Успеем ли мы До тайминговой двери Может быть Если Поспешим Наверное Мы не успеем До тайминговой двери Но Время еще есть Еще 20 секунд Почти И вот они Коллекторы Я чувствую Они здесь Они здесь Они здесь У нас будет 10 секунд Чтобы добежать До тайминговой двери После того Как мы выйдем Со следующей локации Это кстати реально Даже не 10 11 секунд Восстанавливайте Здоровье Препарирование Не надо Знаешь что Не надо нам Здоровье Препарирование Давай мне Дополнительный урон Когда рядом враги Так Сейчас заходим И быстро 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 Вперед бежим Прям вообще Не останавливаясь Не отвлекаясь Ни на секунду Но тут как повезет Если Дверь будет рядом Мы успеем По моему она вот здесь Хрен Не угадал Да Она была внизу Мы бы успели Мы бы успели Если бы Только я пошел Вниз Ладно Не страшно Там всего лишь Один цвиток Что обидно Досадно Но Ладно Интересно Повышение зверства Увеличивает урон После Парирования Щитом Если Щит от зверства Работает Я предполагаю Что Увеличивает Ай Хилься Хилься бы Скорее Следующего врага И ух Ух Похилится Механикой Блокборна Капкан Капкан будет Супер На боссах Ну Конкретно Он будет Не очень Супер На Глазо-щупальцах Но Например На ассасине Он Шикарен Я как раз Когда играл Не на камеру То я Убил ассасина Именно Капканом Вы видели Как Чувак Мой Момент Блокирования Щитом Пригнулся И выстрел Пролетел У него Над головой Да это же Был мастерский Майор Что я хочу Поменять Я Не хочу Менять Щелкунчик Я хочу Во-первых Полечиться А Во-вторых Элитка До свидания О Ну чем Капкан Не шикарная Пушка Пехотный Лук Нет Щит Нужен Щит Нужен Хотя Сейчас Щит Кажется Бесполезным Потому что Мы можем Просто убивать Противников Даже не Обращая Внимания На то Что они Делают И на Их Атаке Пока что Щелкунчик Нам это Позволяет В будущем Это станет Невозможно Поэтому Продолжаем Увеличивать Выживание Оно дает Много Здоровья Куда 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 мы Прилетели О Еще Одна Элитка Хочу Хочу Элитку Я Я Тебя Почти Парировал Парировал Одному Получил Удар От Второго Откуда Откуда У меня Эта Дурацкая Привычка Отпускать Щит Как только Я Что-нибудь Спарировал Подержи Щит Подольше Все Нормально Блокируй Пока ты Не увидишь Что все Противники Вокруг Мертвые Или Вообще Блокируют Когда-нибудь Ладно Кажется Все идет Отлично У нас Есть Еще Заряд Баночки Мы Можем Хильнуться Слева Я Вижу То ли Магазин То ли Сундук Наверное Сундук А Как Сюда Пройти Да Там Сундук А Проход Здесь Один Активный Предмет У нас Абсолютно Бесполезен Это Мясорубка Так Сначала К сундуку Зайти А потом Посмотреть На Элитку Это Не Мясорубка Но это Практически То же Самое К тому же Это Замечательная Штуковина Делает Так Что Мы Получаем Двойной Урон Поэтому Наверное Я ее Проигнорирую Чуть Больше Чем Полностью Давай Скорпион Я тебя Спарирую Оп Я говорил Я предупреждал Не говори Что я не Предупреждал Не Птичка У тебя Шансов Нет Я подумаю Насчет элитки Я помню Про нее Давай Бомжа Калака Если Если запахнет Жареным Убежим Убежим Хотя По идее С капканом Все должно Быть Просто Супер Никаких проблем И золотой амулет Зверство Плюс один Получаемый урон Минус десять процентов Отравляет врагов Которые нас ранят Оно Абсолютно стоило того И более того Я так посмотрел Раз мы на элитке Урона не получили То мы можем еще Исследовать Этаж Продолжить Мне нравится этот забег Мне очень нравится Этот забег Я знаю Что я практически Не использую капканы В обычном бою Но зачем Если враги Так умирают Падают Как мухи Ладно Смени щит Щит силы Здесь получаем урон Минус пять процентов Атака сразу После парирования Наносит триста процентов Урона Да Детка Тяжелый арбалет Нет Огненная граната Нет Ну давай возьмем Тяжелый арбалет Просто для того Чтобы его продать Триста семьдесят золота Тоже не валяются На Территории Зоопарка Пожалуйста дети Не кормите Домашних медведей Не знаю о чем я Дурацкая шутка Ну точнее шутка Которая не имеет смысла Абсолютно Вампиризм Восстанавливает здоровье Какая-то хрень Этот вампиризм Я знаю что мясорубка Тоже хрень Я ей вообще не пользуюсь Она Не катит С нашими апгрейдами Хотя по моему У нас зверство Заапгрейджено Так же как Звер Так же как выживание Поэтому я не вижу По каким причинам Это Я игнорирую Мясорубку Кидаю ее И все Денег вроде Она не просит За использование А вот Теперь выживание Станет Больше Сверства Я даже не знаю На что я хотел бы Сменить в таком случае Ну Куда Куда На что я бы хотел Сменить мясорубку Даже не представляю Будем ждать Что у них подвернется Плюс атака После парирования Наносит Дополнительный урон Не 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 Я Буду хиляться Тюремная крыша Нет Нам не сюда Свиток силы Ух Чуть не ушел Чуть не ушел Без свитка силы Бум Красота Давай мне больше Зверства Нужно больше Зверства Ну типа Нужно больше золота Да Хм Там есть мясорубка Два Нам как минимум Надо пойти И впарить ее Кому нибудь Желающему О Угу А вот так Она меня обхитрила Так Теперь Покидаем Данный этаж Старые коллекторы Нас ждут Мы их уже проходили Мы уже знаем Здесь противников Мне кажется Что у нас бил даже Сильнее чем был В прошлый раз Это будет долгое видео Наверное Я Попробую в этом видео Пройти и старые коллекторы И босса Тоник Давай мне тоник Это зеленая шмотка И мы может быть Как раз после старых коллекторов Перед боссом Сможем его взять Восстановите 14 здоровья После парирования Может это взять Надо Чего взять Чего взять Пацаны Снижение кулдауна Навыков Я не хочу Давай Давай Лечение После парирования Не знаю Будем Стараться Парировать Как можно больше Что этот щит делает Поглощает дополнительный урон Когда поднят в руках Создает Поле На 3 секунды При правильном парировании Окей Силовое поле Создает Поэтому нам Очень интересно Парировать Так же интересно Как Изучать Анатомию В 8 классе Не знаю Что у меня Какие проблемы у меня С анатомией В 8 классе Но видимо Что то есть Раз Вспомнилось Помни Парируй Каждое парирование Это хилка Враги так Испугались Что Просто исчезли Все с га Помни Парируй Парирование Это хилка Вау 666 Здоровья Кстати Число дьявола Окей Грибочки Интересно Их можно ли Парировать Наверное Нет Чертеж Получен Садизм Пассивка Я не против Так Пушки Рапира Выглядит Шикарно Меня устраивает То что у нас есть Билд работает Билд Бессомненно Работает А если он Перестает работать То не по причине Неправильного Построения Хотя Монета Откуда знать Сейчас начнем Парировать Сейчас Вот с этими Товарищами Закончим Давай Прыгай Не Давай Давай Я парирую тебя Ух Кого-то Парировали Плюс После Парирования Мы наносим На 300% Больше Урона Поэтому нам Вообще Без парирования Не стоит Даже Атаковать Врага Нам Быстрее И выгоднее Сделать Одно Парирование И после Него Тупо Добить Остатки Противника Ну в смысле Добить Остатки В смысле Убить его Совсем Потому что В моей голове Ты уже Один Остаток Дурацкий Противник Я даже Не смотрю Это все Это все Нам не Интересно Хотя Признаюсь Разрезатель Сухожилий Наверное Лучше Чем Мясорубка Но Во всяком Случа Удобнее Пользоваться Окей Сундук Дает Нам Граната Оглушающая Граната Оглушающая Это Граната Подъед Оглушающая Она Водится Только В прериях Северной Америки И Супримечательно Здесь Гранаты Оглушающие Самцы Раскладывают Яйца А не Самки Окей Оглушающая Граната Лучше Чем Мясорубка У нее Хотя бы Всегда Есть Полезный Эффект Я Хотел Вас Всех Фарировать Но Вы Не Дали Не Дали Спасибо За Вишенки Потому Что Я Уже Начал Волноваться Нет Птичка Фу Фу Птичка Нет Давай Я тебя парирую Сейчас Ай Почти получилось Молодец Это Смертельная Ловушка Мы все Умрем Я Пошутил Мы все Победим Но Было Опасно Давай Надо его Научиться Парировать Скорпиона Вот Молодец Я реально Верю В этот Билд Что бы Я поменял Поменял бы Щит На другой Мне нравится Идея Бессмертия На несколько Секунд После Удачного Парирования Очень Нравится Я не Уверен Что я Готов Этим Пожертвовать Даже Если Мы Найдем Что-то Намного Круче Кстати Я Только Что Обратил Внимание Что Дурацкий Знаешь Что Давайте Стреляйте Стреляйте Я Стреляйте Выстрелы Просто Отражу Обратно И вы Все Умрете Рано Или Позже Сколько Много Противников На одном В одном Коридоре Это же Просто Жесть Какая Я Очень Горжусь Тем Что Мы Выбрались Из этой Ситуации Живтем Это Было Внезапно Давай Нет Не получилось Еще раз Еще раз Слишком Рано Парируем Слишком Рано Иногда Просто Не время Для Пари Окей То есть Я не могу Драться С этими Кусаками Просто В рукопашку Потому что Они бьют Быстрее Чем я Понятно Что ж тут Непонятного Да В некоторых Ситуациях Нам Приходится Игнорировать Парирование Например Против Грибов Кусак И всего Остального Хотя С кусаками Если Одну Кусаку Заблокировать То Она Уже Не сможет Ничего Нам Сделать Окей Это адское Место И я Должен Убить Этого Гриба Гриб Ты Должен Умереть Смотрели Фильм Ромео Должен Умереть Так вот Тут Гриб Должен Умереть Последняя Банка Выпита Граната Которая Работает От Выживания Стоит ли Менять Световую Гранату На нее Особенно Световую Гранату С модификацией Весь получаемый урон Минус 15% Нет Поменяй Капкан Капкан был крут Примерно 10 минут назад Сейчас он уже Не очень Секрет Спасибо за 1000 золота И спасибо За свиток Сверху Гриб Помни Об этом Еще один Свиток Это Просто Праздник Какой-то Точно Если мы Бьем Молотком После Броска Гранаты То мы Не будем Оглушать Врага Вспомнил Где он Этот Гриб Вот он Раз Два Парируй 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 Можно я тебя Спарирую Не разрешил Решил умереть Быстрее Чем мы его Спарируем Папа 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 Окей Снова грибы И вся фигня Грибы И вся фигня Название Моей молодежной Панк Роу Группы Я не знаю Насчет Этой Гранаты Элитка Подумаем Сейчас повторится История Прошлого Раза Но если быть честным Элитку Мы убили В прошлый раз Очень легко Сейчас у нас Нету Капкана Мы его выкинули Поэтому Надо быть осторожней Давай мне Давай мне тактику 40% здоровья То что сейчас нужно Давай я тебя спарирую Нет я его не спарировал Я снова его не спарировал Я пытался парировать Кусак Получается плохо Буду честен Мы еще не нашли Проход на следующий этаж Да Да Не нашли Прямо в кислоту Как думаете Нам сюда Я очень надеюсь Нам сюда Потому что Обратно Я Не имею никакого желания Идти Через миллион ловушек А это еще горит просто Ну Не обращайте внимания Окей Поехали отсюда Никаких элиток Не будет К сожалению Мы валим Отвратительный Склеп Так Интересно Как мы себя покажем На этом боссе Садизм Ну-ка покажи мне Плюс 40% урона в секунду Если ближайший враг Получает урон от яда Кровотечения Или огня Четко Но мы откроем тоник Восстанавливает 69 Здоровья И защищает вас На протяжении 4 секунд Здесь получаемый урон Минус 10% Поджигает землю Вокруг вас Он многоразовый? Он одноразовый? Все Ну что Его один раз Можно за Бой За этаж Использовать Если он одноразовый То это полный отстой В таком случае Нам нужно взять Оглушающую гранату Обратно Кстати Оглушающая граната Создает Ядовитое облако Вокруг жертвы А мощная граната Наносит Дополнительный урон По отравленной цели У нас есть комбо А я даже не обратил внимания В этом случае Давай мне Снижение кулдауна Поехали Мы уже драли С этим боссом Это не значит Что я его пройду Сейчас Но хотя бы Мы знаем Чего ожидать Хрена Урон Окей Комбинация Двух гранат Наносит Охерительный урон Наверное Надо их использовать В нужной последовательности И наверное Нужно не промахиваться Небольшая проблемка Нам бы вот добить Да Другое щупальца Давай Не Щупальца Давай До свидания Супер Так Теперь В тебя кинуть Одну гранату Вторую И ты труп Ну не сразу Будешь атаковать Я пытался парировать Давай еще раз Я снова пытался парировать Получается плохо Пока что Давай еще раз Ееееее Детка Я мастер парирата Просто гранатами Жди кулдауна Абсолютно Абсолютно Нулевое Желание Спешить Ну Он сказал И тут же Сам Нарушил Свои слова Самый опасный Момент Сейчас И теперь Они вдвоем Вылезут И ты их Обоих Прижуть Гранату Ну Или промахнись По обоим Тоже Ох Вы Проклятые Твари Они Не оглушаются Насколько Я понял Да Да Ее Можно Отравить Но Нельзя Глушить Хил И Готовься Блокировать Готовься Парировать Или Можно Просто Можно Просто Не Парировать Тоже Вариант Мау Яс А Я понял У него Есть еще Атака Когда он Вокруг Себя Он Вокруг Себя Рисует Кружок И Этот Кружок Наносит Урон Хильнись Еще раз На всякий случай Не торопись Третья фаза Это Последняя Фаза С щупальцами По моему Да Буду На 100% Честен Урон У Щелкунчика Вообще Не взлетает Просто Полный Отстой Мне Не нравится То Что они Не получают Урон Когда Они Под землей Почему Это Не вижу Причин Почему Они Урон От яда Не получают Под землей Наверное С механической Точки Зрения Это было Слишком Халявно Но я Все равно Против У Вау Вот это Был Выстрел Снайперское Попадание О И Еще Последняя Еще Пальца Последняя Зребана Еще Пальца Готово Просто Хильнись Просто Хильнись Все Можно Еще Парировать Обратно В него Выстрелы Даже Это Ничего Не Нужно Просто Дождись Кулдауна И Следующая Следующая Комбо Двух Гранат Должна Его Убить Да Замечательно Честно Скажу По-моему Легкий Босс Очень Легкий Босс И мы Опять Не пошли Направо Там Направо Есть Куда-то Проход И я Снова Туда Не Пошел О Мой Бог Я Снова Я так Был Рад Что Я На Нем Не Слился Что Затупил Лучше мне Мощную Гранату Поэтому Я буду Заканчивать И мы Продолжим Завтра А пока Что Я надеюсь Вам Понравилось Это видео Если Это так Нажимайте Клоку Лайк Внизу Подписывайтесь Нажимайте Колокольчик Это будет Огромная Помощь Также Я Благодарю Вас Всех И Мы Увидимся Обязательно В Следующий Раз